Паштет из куриной печени Заливаю печень молоком для того, чтобы убрать ее привкус печеночный, специфический, ну и легкую горечь, которую она обладает. Ну и оставляю минут на 20 в холодильнике, пусть постоит. Ну вот на одну морковку вот такое количество лука. Потому что если положить морковки больше, то будет вкус морковки в паштете. И чтобы она быстрее приготовилась, ее порежут небольшими кубиками. Лук накрутил, буду резать большими кусками. И отдаст свою сладость паштете. Зажариваем вот до такого вот цвета. Для того, чтобы придаст такой интересный вкус. А сейчас. Сливаем печень. Я не буду обжаривать. Я вот сейчас прихватил. Вот, отвечаю. Добавляем. Красота, какая красота! И печенка не переготовлена, просто такая как надо. И хорошо перебиваю. И залог успеха – это хорошее, качественное масло. Продолжение следует. Хороший масло пройдет. Продолжение следует. Процептирую оленьку. Продолжение следует. Лежно биться, купить хорошее масло и качественное. Продолжение следует. Продолжение следует. Паштет готов. Теперь его нужно дать остыть. И все. Потом покажу его из холодильника. Так, стой. Вот что это за водица. Продолжение следует. Продолжение следует...